Ситуация повышенной готовности и, соответственно, санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной. За прошедшие сутки, по данным управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом большинство из них зарегистрировано в группе наших районов. В городе Якутске зарегистрировано 21 случай, в Мирненском районе 4 случая, в Верхневилюйском 3, по два случая зарегистрировано в Валданском, Горном, Нюрингринском, Нюрбинском, Тампонском, Конголасском и Чуропчинском. И по одному случаю в Верхоянском, Вилюйском, Татинском, Аймеконском, Алёкминском и Усианских Улусах. Соответствующее первичное звено учреждений здравоохранения этих районов, так же, как и города Якутска, работает с управлением Роспотребнадзоров на местах. Все ближайшие контакты выявлены и изолированы. Изолированы люди как по месту своего жительства, так и в обсерваторах, которые размещены на территории всех районов республики. Для части граждан республики, у которых заболевания проходят в бессимптомном порядке, предлагается бесплатное амбулаторное лечение, которое необходимо выписывает участковый врач. И, соответственно, кроме инфекционных отделений, мы продолжаем лечить наших граждан амбулаторно. Для них, для всех, так же для тех, кто является контактными, обязательным является требование не покидания своего места жительства или дислокации на момент выявления заболевания в течение двух недель. За сутки нашими лабораториями проведено 2765 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего в республике проведено 311 387 исследований. Это говорит достаточно о высоком уровне исследований, которые наши лаборатории проводят. Но еще раз обращаю внимание на то, что само тестирование является обязательным лишь только для тех граждан, у которых выявлены симптомы, и оно необходимо для проведения лечебных процедур как таковых. Основной задачей, которая является сегодня, это задача подготовки к 1 сентября. В настоящий момент сейчас идет видеоконференц-связь со всеми главами муниципальных образований, на которых председатель правитель, исполняющий обязанности председателя правительства, Андрей Владимирович Тарасенко, значит, непосредственно заслушивает каждого главу муниципального образования в части подготовки наших школ и дошкольных учреждений к новому учебному году. Новый учебный год мы с вами начинаем традиционно 1 сентября. При этом в течение первых двух недель в обязательном порядке проводится медицинская неделя, по которой две недели будут находиться медики в школах, для того, чтобы оказывать методическую помощь для последующих возможных действий, связанных с заболеванием и для проведения профилактической работы и диспансеризации. В республике началась вакцинация от гриппа. Сегодня состоится заседание Республиканской санитарно-эпидемиологической комиссии, на котором будут определены алгоритмы действий по данному направлению, и, соответственно, вакцинация по гриппу дальше будет продолжаться. На настоящий момент нами поставлена задача отслеживать медиками тех детей, которые возвращаются с отпусков вместе со своими родителями или же выезжали в организованных группах, которых в этом году было достаточно мало. Они также должны все встать на медицинский учет для того, чтобы не представлять возможную угрозу для тех детей, которые 1 сентября пойдут в школу. Я хочу обратить внимание на момент, связанный с тем, что достаточно часто возникают разрешены либо какие-либо массовые мероприятия и на каких условиях. До сих пор нет никакого разрешения на проведение массовых мероприятий. Не с точки зрения того, что некоторые считают, что можно 50 человек, можно с соблюдением дистанции, как таковых. Нет, массовые мероприятия запрещены. Линейки, которые будут проходить для первоклассников, там, где непосредственно напряженные в районах санитарно-эпидемиологическая ситуация, эти линейки будут проводиться с достаточно минимальным количеством детей, для того, чтобы с четкой разбивкой по классам главы муниципальных образований это знают, директора школ тоже, и, соответственно, будут работать с родительской общественностью для того, чтобы как можно безопаснее провести линейки 1 сентября. Школы должны, безусловно, дети должны начать учиться, исходя из разных моделей, которые представляет сегодня Министерство образования. Где-то в школах, в которых малое количество детей, будет продолжено традиционное обучение, где-то будет предлагаться смешанную форму обучения. На настоящий момент Министерство здравоохранения своим приказом определило алгоритмы выявления ребенка с температурой и последующей работы с этим ребенком для того, чтобы обезопасить тех детей, которые будут находиться в школе. Поэтому хочу обратить на это особое внимание о том, чтобы родители еще особо более серьезно следили за здоровьем своих детей. И, соответственно, здоровые дети – это наши здоровые учителя, и дальше, соответственно, как я уже говорила, здоровые и мамы, и папы, а самое главное – бабушки и дедушки.